Всем здравствуйте, дорогие друзья и видеозрители! С вами Герман, вы на канале Акамарачи. И сегодня в этом видео я вам расскажу про две рыбы, самые топовские рыбы, по моему мнению, которые дают офигенный буст опыта. И как раз заканчивается путевка, но это по красоте, по-королевски. Вот, какие же это рыбы? И одна из самых первых рыб на 14 разряде, это у нас толстолобик. Да, толстолоб у нас просто бешеная рыба, которая дает очень четкий буст по опыту. Смотрите, на 7 килограмм 800 грамм у нас буст 46 опыта. Я думаю, вы понимаете, что толстолобик ловится больше 20 килограмм, 25 и даже выше. И поэтому вы понимаете, что опыта будет прилично. Ловить на, как бы, спиннинг. Ловим на твистер М. И кайфуем. Реально кайфуем, ребята. Толстолобик ловится днем. Ловится он и ночью, прошу заметить, но днем он клюет лучше всего и ловится он лучше всего днем. Как по моему мнению. А ночью мы уже с вами переходим ловить судака. Вот мне люди говорили, давайте сейчас я немножечко покажу по поводу толстолоба. Вот хотя бы показал одну рыбку. И показал, получается, сколько дает опыта. Еще мой советик такой, если вы рубите на опыт, вот именно вот на опыт, то, как сказать, денег вы сильно много столстолоба не поднимете. Это я вам сразу говорю. Канальный сомик прибыльнее в этом плане. Но, то есть, опыт будет вам хорошо бустить в разрядик. Даю совет создавать турниры на толстолоба. У меня, правда, один единственный раз туда зарегистрировались люди. И я его выиграл, естественно. Как бы в отрыве, там, по-моему, в 50-70 килограмм я выиграл его. Но это, то есть, тоже такое 50 на 50. Но на толстолоба очень плохо регистрируется народ. Поэтому, пытайтесь, пытайтесь, ребят, как-то побольше времени игрового поставьте на регистрацию. Но турнир даст вам еще прирост по опыту, даст прирост по деньгам. И, естественно, какую-то плюшечку в виде катушечки или снасти. А это немаловажно. Поэтому, дерзайте. Итак, я, в принципе, показал. Кстати, этот совет дал мне Мото Мото. Офигенный чувак. Если бы вы меня видели, я держу два больших пальца вверх. Поэтому, реально крутой чувак. Мото Мото. Если смотришь, ты крутой парень. Спасибо тебе за подсказку. Кто, кстати, следит за сериями, то 14-й разряде, да, бахнули. Забыл совсем сказать. Но взяли 14-й разряд. И, как говорил товарищ Мото Мото, естественно, открылось у нас озеро у деревни. Но озеро у деревни меня разочаровало. Мото Мото, ты был парав. Действительно, озеро у деревни, на которое возлагал неплохие надежды по некоторым комментариям личности. Думал, что оно даст нам очень хороший прирост по опыту, по деньгам. Вследствие чего сделаны такие выводы. Потому что здесь можно ловить самов. Но в итоге, самы так не бустят. Не бустят, ребята. И, да, забыл, что толстолоба, естественно, у нас зелень, наживка. Ну, Герман, как всегда, забывает. Потом договаривает. Ну, привыкайте, да, ребят, привыкайте. Здесь мы будем ловить с вами судака. Внимание, судак. Это одна из легендарных рыб, которая клюет очень часто. Попадаются трофейные зачетные экземпляры. И, что немаловажно, опыт. Опыт действительно очень круто. На нем идет. Денег тоже не очень много. Но, опыт, опыт. Наша цель в этом видео, это опыт. Хотя я уже как-то не сильно гонюсь за разрядом. Хотя я помню, что у меня была цель 20-й разряд. Но, я как-то поубавил пыл. И думаю, мы, наверное, до 20-ки с вами навряд ли дотянем. Но, во всяком случае, у нас есть сейчас 14-й разряд. Я хочу как бы сделать упор больше на деньги, на турниры. Но, это мы еще посмотрим. Это мы еще с вами посмотрим. На что ловить мы будем судака? Судака мы ловим на живца. Глубину ставим. Вот, надо все точно вам говорить. Я знаю, потому что многие люди говорят. Ой, ну почему ты не показал? Почему ты не показал глубину? Не показал, куда кидать? И все в таком духе. Сейчас, ребята, я вам покажу. Просто я сам не помню глубину. Ну, точную 400. Это, наверное, до хрена я взял. Давайте 430. Тоже до хрена. Значит, вот так. Вот, вот, вот эта ямка. Кидаем на 405-й глубине. По-моему, можно даже чуть больше. Но это не принципиально. Кидаем так, и будет у вас все в шоколаде. Я вам обещаю. Но, времечко маловатое. Судака надо идти ловить где-то в 22 по игровому времени. Кремлевско-игровому. Иначе вас будет перебивать окунь, как вы видели. Но окунь это... Я считаю, что окунь это противная и говяная рыба. Не бросайтесь только помидорами в меня. Но, правда, я окуня не уважаю. Вот, честно. Я в реале эту рыбу не люблю. И в рыбалках я эту рыбу тоже не люблю. Не знаю. У меня это связано с тем, когда я ездил маленький на рыбалку. Окушки ловились с мизинец. И они меня постоянно досаждали. Они сжирали мою наживку. Мне приходилось перезапорасывать снасти. Приходилось ее постоянно менять. И нормальная рыба у меня не клевала. Вот у меня почему-то... Да и он чистится как-то хреново. Хотя люди говорят, что окунь в ухе это просто... Вот пальчик я ближе. Только попробуют уху. В рекордах. Серьезно? Да ну, ребята. Мы даже рекорд в видосе поставили. Спасибо всем, кто посмотрел видос. Вы мне принесли удачу, ребятки. Принесли удачу. Если вы желаете приносить удачу, да... Поставьте большие пальцы вверх. Такс. Ну, что я могу сказать? Закидываем суда, естественно, на живца. Много болтологии. Ой, люди осудят. Скажут, вот Герман болтает, е-мое. А в итоге ничего не делает. Такс. Ловим на вот этот вот МДР воблер. Которого мы ловим, в принципе, и канального сомика. И на него попадаются судочки. Судочки офигенного веса. И точно так же удочкой. Кстати, сразу же хочу заметить, что турнир на судака тоже. Вот как только стукнуло время, к примеру, там 21 по часам. Валим сюда. Создаем турнир и врываемся на турнир. Ждем. Врываемся, да? Создаем турнир и врываемся все равно. На свой же турнир врываемся. Ну, вдруг вы будете на базе или на своем пруду рыбачить, а забудете, что у вас турнир. Поэтому, да, все правильно. Врываемся на турнир. И начинаем всех просто... обгонять. Никому не даем спуску. И начинаем всех долбить. И просто у всех выигрываем. У всех забираем призовые места. Вторые, первые, третьи места. Но, если вам я советую, то, ребята, не посрамите, так сказать, мой совет, занимайте только первые места. Обгоняйте всех. Но, конечно, тут есть нюансы. Вдруг кто-то использует прикормку. Вдруг у кого-то, то есть, ну, снасть тут не решает. Вот прикормка, может быть, и зарешает. Вот судачок. Ну, по судачку тоже, как бы, да, я сейчас не смогу показать, что вот опыт. Но судак опыт дает действительно хороший. Сейчас, если поймаем, какой-нибудь более-менее нормальный экземпляр. Ну, хотя бы килограмм семь. Во. Вот идет нормальный. Вот. Шесть почти. Вот смотрите, семнадцать опыта. Кто-то скажет, вот может, может оспорить мой совет, что судак дает так же опыта, как канальный сомик. Ни хрена подобного, ребята. Вот не слушайте таких людей. Правда. Вот серьезно. Вы заняли тридцать второе место? Да ну нафиг. Что сегодня за рекорды какие-то я ставлю? Сегодня просто реально мой день. Прям офигенно. В рекордах. А что дают нам рекорды? Вообще что-нибудь мне дают рекорды или нет? Ну, то есть судак, смотрите, сорок опыта. За тринадцать килограмм. Я могу, наверное, вот давайте запомним, тринадцать четыреста сорок шесть. И вернемся на ловку и попробуем поймать такого же канального сомика. Если у нас это, конечно, получится. Кстати, если играете турнир на канального сомика и рубите бабки, я вам советую, ребята, ставить удочку на мясо. На мясо. На кусочки мяса. Тоже. То есть тут сколько мы тогда ставили? Триста тридцать, да, если не ошибаюсь, да, к примеру. Или там триста семьдесят даже можно. И ловим вот так вот. Вот в таком соотношении с пиннингой кусочки мяса. На кусочки мяса будет не так часто клевать. Но вы вот представьте, за, допустим, игровой турнир вы можете вытащить десять рей, пусть даже по пять килограмм. Но это прям я минимум взял. Потому что там клюют на мясо довольно неплохие экземпляры. Пятьдесят килограмм вам сверху падает по рыбе. Это офигенно. Поэтому обязательно уду ставить, иначе вы турнир можете не вывести. Четыре килограмма, двенадцать опыта. Ну, по-моему, он уже перекрыл того судака, которого я вам показывал. Сейчас попытаемся примерно такого веса, как судак, поймать сомика. Поэтому я вам, ребятки, серьезно говорю. Ловим, делаем все... Вот, шестнадцать... Ох, нифига себе, рекорды. Рекорды шестнадцать, шестьсот пятьдесят пять. Наверное, просто рекорды обновили, а я радуюсь. Ну, тут-то... Тут как бы больше, да, на целых три килограмма, и, естественно, девять опыта. Если бы был такой судак, то, естественно, опыта бы сыпануло где-то, наверное, ну... пятьдесят восемь. Кстати, вот разница буквально в четырех, да, там, единицах опыта. Вот многие скажут, ну, четыре единицы опыта, Герман, какую ты нам хрень задвигаешь, да? То есть, фигня. Это что такое вообще четыре единицы? Ладно, там, там, пятнадцать, двадцать единиц. А что такое четыре? Но тут я тоже могу с вами не согласиться. Знаете почему? Потому что берите все к соотношению к десяти, к тридцати. Вот правда. Вы же не будете ловить одну рыбу, правильно? Одну в поймали, и на сегодня мы закончили вылавливать рыбу. Мы же ловим много, мы же ловим... Но если я захожу играть в рыбалку, вот от себя, вот могу сказать, я реально вот играю хотя бы один турнир. Вот если я зашел в реальную рыбалку, надо сыграть турнир. На сомика, на толстолобика. Надо с пользой провести время. Выгрую его, не выгрую. Но в любом случае я половлю рыбу, и может быть еще займу какое-то призовое место в турнире. Но соль в чем? Соль в том, что... В смысле с башки слетела? Вот в чем соль, заговорился. Вы ловите, получается, десять рыб. Десять. И вот вам, четыре единицы опыта, это плюс еще сорок единиц капнуло. А сто, это капнуло четыреста. Сладко? Сладко. А всего лишь четыре единицы опыта. Как бы, вроде бы, да, фигня покажется вам, но вы зайдите, посмотрите в квесты, сколько опыта. Вы посмотрите, сколько в турнире дают за первое место. Вот, давайте сейчас регнемся, если есть на рыбхозе что-нибудь. Полтора косаря, по-моему, за первое место. Вот, смотрите. А что у нас тут? Количество. Ну, понятно, я... А что, я не могу зарегаться, да? Блин, фигово, не могу зарегаться, не могу. Ну и ладно. Но, ребят, полтора косаря, вот серьезно, вот кто мне не верит, вот... А, вот, есть. Че я туплю? Ну, это именно, я говорю, законального сомика, чтоб вы понимали. А, и уже все, короче, посбрасывали. Может, на Карасевом есть? Ну, тут вообще 350, но это начально, то есть, лока, тут понятно, что и турнирное количество, естественно, что маленький будет буст опыта. Ну, то есть, полторы тысячи опыта, вы понимаете, да, что, как бы, даже в турнире дают полторы косаря, то есть, одна третья часть опыта будет заработана только потому, что рыба дает на 4 единицы больше опыта. Но судак не на 4, судак больше, там, где-то на 12, наверное, где-то единиц. Но просто надо поймать действительно рыбу, вот примерно по такому весу, но уж ссорки в этом видосе мы не поймаем. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать наш видос, я думаю, вам очень понравилось, он был очень информативен и будет вам полезен, и вы примете мою тактику где-нибудь у себя, когда будете играть, и вам повезет, вы будете занимать призовые места в турнирах, вы прокачаетесь, быстро возьмете разрядик, ну или сделайте еще что-то. Вот. И хочу порекомендовать подписаться на мой канал, на мой канал подписаны одни из уважаемых людей, такие как Dream, Moto Moto, Dart, поэтому подписывайтесь, будете частью нашего такого любимого, многоуважаемого коллектива дружного, на комментарии отвечаю полностью всем, если комментарий действительно нормально несет в себе хорошую смысловую нагрузку, то отвечаю в любом случае, ставлю в любом случае лайк. Все, с вами был Герман, и до скорых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,